Может ли владелец Крокус-Сити, миллиардер Агаларов, быть причастным к теракту? Как взрывы на НПЗ повлияли на рынок бензина в России? И что там с инфляцией на самом деле, да и вообще экономикой страны-террористов? Про это я не только. Сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Приветствую и начинаем. Все больше странностей и нестыковок появляется в деле массового убийства людей в Крокус-Сити-Холле. В торговом центре на самом деле была, но почему-то бездействовала вооруженная охрана. Сам центр был в залоге под большой кредит в Газпромбанке. А его хозяином оказался миллиардер и отъявленный путинист Арас Агаларов. Тот, который называл Путина идеальным пожизненным правителем. Кто такой этот Агаларов? Как именно разбогател? И правда ли он ничего не знает о подготовке теракта? Смотрим. С первых сообщений и спустя неделю теракт в подмосковном Красногорске в концертном зале Крокус-Сити-Холл оставляет множество вопросов. Слишком много тех самых странностей, которые мы видим сегодня. Все сшито настолько белыми нитками, причем где-то местами демонстративно, что и так сойдет. Несмотря на признание ИГИЛ, российские власти продолжают настаивать на какой-то мифической причастности Украины и Запада к теракту. При этом многие эксперты отмечают несоответствие уровня организации и исполнения теракта и поведения тех, кого арестовали силовики. Комплекс, как я уже говорил, большой. Чтобы даже его поджечь, ну это надо очень постараться. Поэтому специалисты говорят о том, что действовало несколько групп. Подрывники-минеры, те, кто расстреливал эти две группы, те, кто прикрывал. Но целый ряд сомнений возникает к привязке к администрации и владельцам Крокус-Сити-Холла и к тому, как была организована безопасность здесь. А точнее то, как подозрительно она была неорганизована. Помимо отсутствия нормальной охраны, свидетели теракта рассказывают про множество закрытых дверей, про плохую организацию эвакуации. Но, повторюсь, Араза Агаларова ничего не берет. Сплыла информация, что в соседнем здании у охраны Крокуса была оружейная комната и группа быстрого реагирования. Внутри Крокус-Сити-Холла действительно находился отдел милиции, который назывался Павшино. Очень символическое название. Есть оружейная комната, действительно, со стрелковым оружием, где есть достаточно многочисленный личный состав и так далее и тому подобное. То есть, вроде бы, нормально-то все было. В какой-то момент это ничего не работает. Очевидно, чтобы снять все подозрения и обвинения с владельца гигантского развлекательного комплекса, буквально в считанные дни Кремль провел проверку по соблюдению техники безопасности в Крокусе. Еще даже огонь не потух. Еще жар идет от всего этого, и они уже провели там расследование. То есть, его отмазали. Политолог Руслан Айсин допускает, что это может быть еще одним косвенным свидетельством того, что к организации теракта имеет отношение одна из силовых башен Кремля. Отмазывали, и стало понятно, что каким-то образом, конечно, в темную ли, прямую ли, и их задействовали в этой спецоперации. То, что это спецоперация российских спецслужб, ну, у меня сомнений никаких нет. Странно все выглядит, и с моральной стороны владелец Крокуса Араса Галаров, наплевав на жертв кровавого теракта, уже заявил, что отстроит комплекс заново. Это, возможно, связано с тем, что объект был залогом по кредиту. Концертный зал «Крокус-Сити-Холл», в котором 22 марта произошел теракт, находится в залоге у Газпромбанка. Свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Разрушение Крокуса означает обесценивание залога и дает право банку требовать от заемщика предоставить посуде дополнительное обеспечение. Но кто же такой этот владелец Крокуса, которому на помощь спешит Кремль, чем только добавляет вопросов в дело о самом масштабном за последние 20 лет теракте в России. Никакая служба безопасности с этим. Это войсковая операция. Арас Агаларов – известный и очень влиятельный российский миллиардер с состоянием, по последней информации, 1 миллиард 200 миллионов долларов. Конечно, у него есть комплекс Крокус. Это же не только сейчас сгоревший, собственно, Крокус этих пол. Это и выставочный центр, например, и Крокус-экспо, где очень часто годами проводились съезды Единой России. Можно сказать, что семья Агаларов вообще очень близка к Единой России. Они одни из таких крупнейших подрядчиков именно партийных. Собственно, и сам Агаларов уже в 2012 году не скрывал, что он яростный путенист. Для России Владимир Владимирович Путин – идеальный вариант. Его приверженность Путину так велика, что он и его семья стали фигурантами расследования по делу о вмешательстве в американские выборы в 2016 году, когда Кремль искал компромат, чтобы помешать избраться Хилари Клинтон. Собственно, это и наталкивает экспертов на мысль о том, что Агаларову Кремль мог доверить и другие серьезные спецоперации. Теплые чувства, очевидно, у диктатора и бизнесмена взаимны. Агаларов получает множество господрядов. Агаларов любит подчеркивать, что он не получает государственные подряды, а выполняет поручения Владимира Путина. Получение коррупционных подрядов, подконкурсных процедур, он прямо называет поручениями президента. При этом кремлевский бизнесмен смог спасти от санкций свое элитное американское имущество. И хоть пока американские госорганы не добрались до вилл и роскошных квартир путиниста, скорее всего, это вопрос времени. А вот реальное участие или бездействие Агаларова в теракте в Крокус-Холле, очевидно, так и останется очередным вопросом без ответа в путинской России. Экономика РФ еще держится на плаву, но запас ее прочности истощен. И любые кризисы могут обернуться к крахам. Пока это не очевидно для всех, но авторитетные эксперты заявляют, именно экономические проблемы стали Ахиллесовой пятой Кремля. Подробнее про это далее. Топовые мировые издания, хоть и с оговорками, но пишут о какой-то стабильности в российской экономике. Однако этот анализ сомнительным считают даже российские экономисты. На Западе возникла какая-то иллюзия. Я читал статью в экономист, они там прям такую статью написали. Ну, в общем, администрация президента бы не написала статью лучше, восхваление российской экономики. Ведущий украинский эксперт подозревает, что у положительных оценок экономических процессов в РФ российские и, вероятно, даже кремлевские корни. К сожалению, очень много людей с паспортами Раши работают во всяких агенциях. В международных организациях, в Международном валютном фонде, в Европейском банке реконструкции развития, во всяких рейтинговых агентствах. На самом же деле все ключевые экономические показатели в стране-агрессоре давно засекречены. А если Росстаты публикуют какие-то данные, то ничего общего с реальностью они не имеют. Ложь стала национальной скрепой, самой базовой. Если ты не врешь, ты вылетаешь из этой страны или в тюрьму попадаешь, или с должности тебя убирают. Российская экономика хоть и остается на плаву, на самом деле находится в очень хлипком положении. Запас прочности не такой большой, как кажется. Рост ВВП страны-террориста, о которой указывают даже отдельные международные аналитики, сомнителен. У них все равно не было плюсов в прошлом году, они нарисовали два с половиной. Потому что все засекречено, всю статистику подыгрывают под Путина. Даже если взять во внимание эту цифру, якобы рост российской экономики в прошлом году, на самом деле и она основана на полнейшей фикции. Раздута за счет производства ракет и танков, которые Путин использует для геноцидной войны. Отремонтировали они, допустим, за месяц 50 танков. Пригнали их сюда, их спалили. То есть как бы плюс остался в статистике, а минуса уже нет. Вылетели ракеты за последние несколько дней, больше чем на миллиард долларов, их сбили. А их изготавляют. Это типа рост. А роста уже нет, он уже нивелирован. Поэтому это фиктивный рост. По сути, военная промышленность, которую Путин сделал приоритетной, убивает остальные сферы экономики, да и саму Россию. Именно военные заводы забирают работников, а другие предприятия переживают кадровый голод невиданных масштабов. Именно на оборонку, а не на сельское хозяйство, идут в первую очередь ограниченные поставки бензина после успешных ударов Украины по НПЗ. Государство отбирает деньги у населения, у гражданского бизнеса, бросает в оборонку. За счет этого идет экономический рост. Это болезненный рост, это рост раковой опухоли. Когда она растет быстро, то вы даже можете поправиться, у вас вес может вырасти. Но это не значит, что вы здоровы и вы хорошо прибавляете вес. У вас растет раковая опухоль. Вот военная промышленность России – это раковая опухоль, которая кормится кровью других органов тела. То, насколько в путинской России все на самом деле плохо, подчеркивает тот факт, что диктатор взялся за повышение налогов. Причем не только для бизнеса, но и для физлиц, то есть обычных граждан. Что немыслимо непопулярный и крайний шаг для любого государства. Посмотрите, уже вынуждено правительство начинать программу налоговых реформ. Да, повышать налоги на награждан, которые все время говорят, что мы не имеем отношения к войне. Теперь они будут в еще большем объеме финансировать. И повышаются налоги на бизнес. До, видимо, 25%. Это значит, что идет отъем прибыли, а без прибыли не может быть экономического роста. И хоть Путин прикладывает множество усилий, чтобы сохранять показушную стабильность, но все процессы в его псевдо-сверхгосударстве работают плохо и на грани. Лучшей иллюстрацией будет состояние Фонда национального благосостояния, ликвидная часть которого около 5 триллионов рублей. Чего? Возможно. Хватит только для того, чтобы покрыть дефицит бюджета в этом году. Запаса прочности у российской экономики нет. Это такой болезненный организм с очень сильно изношенными костями и сильно поношенными мышцами. Но это не все видят. Конечно, нищать Россия может долго, годами. Но любой серьезный кризис ЖКХ, такой как масштабные техногенные аварии, или кризис в сельском хозяйстве, или в обеспечении продовольствием, может перерасти в крах всей системы, всего путинского режима, читает российский экономист Игорь Липсиц. Никто из нас на самом деле не может точно оценить прочность экономики России, в каком месте начнет рваться. Видите, прошлой зимой вдруг начало рваться в ЖКХ. Будущей зимой будет то же самое. Еще будут проблемы с продуктами питания, во что никто в России не верит, но учитывая, что у нас сельское хозяйство жутко зависит от импортных поставок, в результате остановок НПЗ, то какие будут сельскохозяйственные итоги года, я сказать не могу. Какие будут цены на импортные продукты, питание, я тоже не могу сказать. Украинский экономист Александр Савченко серьезные проблемы с продовольствием тоже считает тем фактором, который может смести Путина. Однако не исключает и того, что режим может пасть из-за военного поражения. Правда, для этого радикально изменить свою политику должны союзники Украины. Пища ракет, и тогда логистика врага рассыпется просто. Сколько бы они мобилизацию не объявляли, но доставить сюда товары, солдат тех же, еду для них, трупы вывозить, раненых вывозить на расстоянии 300-500 километров невозможно. У них грузовиков и бензина не хватит. И все это может решиться за полтора месяца. Тысячи ракет решат эту проблему. Россиянам все сложнее сводить концы с концами. На фоне стабильно высокой инфляции, которая съедает реальный рост доходов, приходится затягивать пояса. В 2023 году почти 8 миллионов человек перестали платить за услуги ЖКХ. И около 80% должников основной причиной возникновения долга называют именно снижение реальных доходов на фоне роста инфляции. Насколько все плохо? Разбираемся. Вступающий 2024 объявлен в нашей стране годом семьи. А настоящая большая семья – это, безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота. И ведь не соврал, действительно, душевная и только душевная теплота. Многим этой зимой было, мягко говоря, тяжеловато согреться. Мы замерзаем, замерзаем, замерзаем! Четвертые сутки без отопления. Подъезд замерз полностью. Весь дом замерз, весь дом без отопления. Разорвало все батареи. Но теперь немало людей останутся не только без тепла следующей зимой, но и в скором будущем без электричества, газа и, возможно, даже воды. Возможно, что мы увидим, что даже в текущем 2024 году за злостным, как говорится, неплательщиком начнут подключать эти услуги. Вопрос от того, сколько людей окажутся в списке тех, кому эти услуги отключат. На начало марта 2024 года против почти 8 миллионов человек открыто производство обзысканий долга по жилищно-коммунальным платежам. Это действительно то, что установлено и то, что начаты юридические процедуры и то, что внесено в статистику. А то, что не внесены в статистику много случаев, тут я не сомневаюсь. Для красоты отчета стараются не показывать всю полноту картин. Россияне должны государству миллиарды. За воду и канализацию 90 миллиардов. За электричество еще 320. Но не стоит забывать, что Путин – душа щедрая. Правда, для таких же диктаторских режимов, как и он сам. Потому странам Африки он списал 23 миллиона долларов, что по сегодняшнему курсу больше 2 миллиардов 130 миллионов рублей. Благодарю за то, что вы откликнулись на приглашение приехать к нам. В нашей стране вы находитесь среди друзей и единомышленников. Что занимательно, некоторые из должников уже являются банкротами. А эксперт общественной организации «Народный фронт» Дарья Полухина заявляет, что около 80-85% должников называют основной причиной задолженности снижение реальных доходов на фоне роста инфляции или трудной жизненной ситуации. То есть денег у граждан нет в основном из-за того, что они слишком быстро обесцениваются, а реального роста зарплаты нет. «Население все бедное и уже готово покупать любые поддельные продукты, лишь бы хоть что-то купить. Посмотрите, какие продукты вы уже покупаете в магазинах, что там внутри, какой состав. Картина довольно безнадежная, остановить этот процесс довольно тяжело». «Мы смогли выйти на новый цикл роста экономики». Одновременно с этим в прошлом году выросло количество россиян, которые вплотную приблизились к банкротству. Это почти 10 миллионов человек. Их общая задолженность была на уровне 6 триллионов 350 миллиардов рублей. Это всего на 900 миллиардов меньше, чем плановый бюджет на развитие здравоохранения на три года. Тенденция обнищания россиян уж никак не идет на спад. Экономисты говорят, что буквально все факторы показывают, что денег у населения будет все меньше и меньше. Не видно ни одного фактора, который позволил бы вывести граждан из нищеты. «Будет точно стагдация, потому что в населении не прибавится денег». «Нету никаких предпосылок для того, чтобы где-то что-то улучшалось. А вот что касается инфляции, которая, скорее всего, уже в апреле будет раскручиваться, скорее всего, налоги будут подняты. Плюс еще какие-то непопулярные шаги, на которые правительство упадет». Количество должников и сам долг по ЖКХ будет только расти. В этом году тарифы поднимут почти на 10%. «Коммуналка в России снова подорожает. С 1 июля тарифы на ЖКУ вырастут почти на 10%, а в Минэкономразвитии говорят, что средняя платежка для семьи из трех человек вырастет на 500-550 рублей. Но мы-то с вами знаем, что в реальности могут вырасти значительные затраты». И как вы думаете, куда пойдут деньги? «В этой сфере традиционно в непрозрачные монополии контролируются там людьми губернатора и какой-то мафией, да, там как раз огромная коррупция». Сколько бы денег не выделила Москва на всякие ремонты и обслуживание, этого будет мало, потому что аппетиты у чиновников зверские. Они ни за что не перестанут воровать. «Когда я регулировал все это дело там 20 лет назад, у нас была такая присказка, что в принципе такая теплотрасса подземного характера – это клондайк такой. Ты же не видишь, что там, да? Ты вроде по бумаге отчитался, что ты заменил трубы на полиуретановые, которые должны там сколько там, 20-30 лет без замены, да? А что ты там на самом деле заменил, это не видно». Так что платить россияне во время войны будут и своими жизнями на фронте, и деньгами в военный бюджет, и в карман вороватым чиновникам, ведь коррупцию в России никто не отменял. После удара в Украину по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам РФ Росстат констатировал обвальное падение производства бензина. Из-за угрозы дефицита топлива Россия начала переговоры с Белоруссией об импорте. Кто еще, кроме Лукашенко, согласится прийти на помощь режиму? На каких условиях? И сможет ли Кремль защитить оставшиеся нефтебазы от полного уничтожения? Про это далее. У России проблемы с нефтью. Даже Путин обратил на это внимание. «Поскольку добыча сокращается, а в других странах таких США растет, мы можем потерять рынки». Теперь диктатор надеется на спасение от одного из своих вассалов Лукашенко. «Мы должны точно знать, чего они хотят». «Безусловно, Лукашенко пойдет навстречу Путина, но в обмен на то, что он пойдет ему навстречу, я думаю, что он попросит очень-очень большие уступки». В чем же причина? В участившихся атаках на российские НПЗ, начиная кровопролитную войну в чужой стране, стоит ожидать, что она будет давать отпор. «Вот с этими всеми атаками беспилотников, ну, честно говоря, производят впечатление. То есть они системно взялись за все вот эти крупные российские и европейские НПЗ». Вот один из них. 23 марта. Самарская область. 16 марта. Сразу два завода в той же области. «Ханава Т-6». Нижнегородский нефтеперерабатывающий завод 12 марта. «Один из крупнейших в России». «На, нахуй, беспилотник, ебать рядом с моей работой». Завод «Роснефти» в Рязани. 13 марта. «Все, пошел». «Тоже место попал». «Волна хорошая». Теперь это новая российская реальность. Нефтегазовая страна лишается своих преимуществ. Только за одну неделю, которая завершилась 24 марта, выпуск бензина упал почти на 7,5%. Производство бензина в конце февраля снизилось на 5%. Дистоплива – на 9%. Там есть вот эти установки первичной переработки, обессоливание, разделение на фракции. И если эта установка выбита, ты вообще не можешь сырую нефть перерабатывать. То есть у тебя останавливается просто весь дальнейший процесс. Вот эта первичная переработка упала на 7,5%. Это очень много. И все это, по мнению экспертов, еще сильно выгодно Кремлю подрисованные цифры. Конечно, это игрище. Росстат сейчас играет любые игрища, лишь бы обрадовать президента. Но даже если брать официальные данные от государства, Путин абсолютно не ожидал такого. Потому теперь ему приходится искать выход из ситуации. Казалось вдруг, что у России есть такая супер уязвимая отрасль, которую никак нельзя защитить. И вот украинцы просто ее последовательно выбивают. Несколько дронов, из которых каждый стоит не больше, чем 500 долларов. даже. Они наносят удар по оборудованию, которое стоит пару-тройку миллиардов долларов. Одно из первых решений, которое приняли в Кремле, запретить экспорт бензина из России. Таким образом, они надеялись сохранить его на внутреннем рынке. Запрет на экспорт бензина до конца лета 2024 года. Все должно оставаться в стране, чтобы автолюбители были лояльны. Но это ни разу не панацея. Раньше страна была поставщиком на международные рынки. Теперь же Путин не просто прекратил поставки, но и договаривается об экспорте бензина из Беларуси в Россию. Суть схемы. Путин поставляет нефть Лукашенко, а Лукашенко потом продает уже готовый бензин Путину. Все-таки Россия, которая считала себя хозяином положения, все больше оказывается в зависимости от тех, кого она считала своими басалами. И теперь Лукашенко, ставлю себя на его место, думаю, будет просить огромное количество нефти, не просто со скидками, а возможно даже и практически бесплатно. Сколько именно топлива понадобится России для внутреннего рынка, неизвестно. Атаки не прекращаются, но эксперты уверены, что покрыть дефицит в лучшем случае будет очень тяжело, а скорее всего невозможно. Два нефтеперабатывающих завода Беларуси вряд ли перекроют все те нефтеперабатывающие заводы, которые выбили в России. Не стоит забывать также и о том, что в этом году российский Минфин планировал, что доходы от нефтегазового сектора вырастут почти на треть. Это еще в конце 2023 года выглядело невероятно оптимистично для экспертов рынка. Как правительство хотело этого добиться не понимал никто. Российский федеральный бюджет, который без этого трещит по швам, то есть нужно брать откуда-то будут деньги, ну как, нефть и газ и вообще сырье энергетическое. Это основные источники денежных поступлений в бюджет, из которых финансируется война. Откуда бы Путин не пытался взять недостающие деньги, страдать будет вся Россия. Может он в очередной раз вытянет их из бизнеса, может урежет финансирование на социалку, может поднимет налоги и тарифы, а возможно все вместе. Но одно мы знаем наверняка, он не прекратит войну просто так и будет тянуть на нее деньги откуда угодно. В прямом и переносном смыслах слова Путин заигрался. Приказал правительству срочно до 15 июня сделать российский PlayStation. Не просто игровую приставку, а еще и операционную систему, и облачный магазин игр, вообще всю игровую экосистему. Вы, конечно же, догадались, начинается очередной мега-распил бюджетных денег в легкой, ненавязчивой игровой форме. Как власть снова обыгрывает и оставляет в дураках свой народ? Показываем. Диктатор Путин нашел себе очередную многомиллиардную игрушку, дал правительству громкий приказ. Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям. Причем сделать это нужно максимум до 15 июня 2024-го, то есть практически создать целую игровую экосистему размером Sony Playstation или Microsoft Xbox. Вообще-то такое это высочайший продукт IT-инженерии. Их создают лучшие компании планеты многие годы и вкладывая в это миллиарды долларов. Создать с нуля такое за пять месяцев это, мягко говоря, нереалистично. В России нет ни разработчиков, ни железа, ни достаточных компетенций. А ранее диктатор уже дал понять, хочет взять всю индустрию под колпак. Предлагается интернет-игры включить в единый регулятор, чтобы мы могли блокировать и те игры, которые могут зайти на территорию России, чтобы все было в зоне РУ, все программные обеспечения и сервера должны быть на территории Российской Федерации. То есть главная цель это не дать россиянам доступную современную игровую платформу, а установить над индустрией тотальный контроль и первым делом заблокировать все зарубежные игры в России. Включить в единый регулятор и он сможет полноценно эффективно блокировать полностью зону КОМ и любая система, которая может быть на территории Российской Федерации, чтобы наши граждане играли, должно быть четкие условия. Все должно быть в белую зону РУ, подключение к программе и также сервера, программное обеспечение, офис должен находиться на территории Российской Федерации. То есть задача создать целую систему слежки и цензуры, которая будет решать, во что можно играть россиянам, а во что нельзя. Что касается установления контроля, здесь готовы проработать и вместе представить предложение, потому что, конечно, мы заинтересованы, чтобы все это было под контролем и финансовые потоки, и содержание. Что касается лотереи, тут есть тонкость, связанная с тем, что у нас... Нет, нет, секундочку, секундочку. Проработать это надо сделать, не проработать, а сделать. И нужно включить это в единый регулятор. Что мешает? У вас есть какие-то... что-то, что вы полагаете мешает это сделать? Скажите, прямо сейчас. Владимир Владимирович, принято. Договорились. Вот такая вот идеологическая обработка геймеров, чтобы не наиграли себе в голову ничего лишнего. По предварительным оценкам рынок и игр в России оценивается где-то в 177 миллиардов рублей. Есть чем заниматься. Есть еще одна очень важная составляющая. Это контент этих игр. Очень важно. Вот это очень важно. Почему? Потому что ведь миллионы людей там сидят в этих играх. И если они играют с таким контентом, где там как-то Россию подают в каком-то или людей наших, народы России, нашу историю, традиции подают в каком-то так делается между прочим, но подается в каком-то неблагообразном виде, то это наносит колоссальный ущерб. Источник коммерсанта среди производителей электроники считает, что проект в целом могут поручить крупному холдингу, вовлеченному в игровую индустрию, например, Века. Холдинг Века, который уже прозвали цифровым Газпромом, всеми правдами и неправдами уже поглотил мессенджеры, соцсети, онлайн-кинотеатры, а теперь нацелился и на игровой рынок. Точнее, нацелился по-быстрому освоить бюджет и слепить какую-то портативную поделку на коленке. Иными словами, реально разве что традиционно взять уже готовое китайское поделие, налепить российский логотип и вытать за прорыв импортозамещения. Вот только незадача. Подобные попытки уже с треском проваливались. В России появлялись минимум две такие консоли. От Ростелекома о ее создании стало известно в 2015 году. И в Эмпелкома выпущена в продажу в 2019 году, уточняет собеседник коммерсанта в отрасли. Коммерсант не обнаружил в продаже приставок в Эмпелкома и Ростелекома. В компаниях не уточнили судьбу проектов. Это поколение андроид-приставок, которые, по сути, поддерживают продукты из Google Play, а играть в них можно с пульта ТВ. Эксперты настроены скептически. Уж больно все это попахивает очередным распилом бюджета под предлогом импортозамещения. Тем более, что игровая отрасль в России практически полностью разгромлена бестолковой политикой властей и войной в Украине. Российская власть все эти годы упрямо делала все для того, чтобы в России не развивался игровой бизнес. Буквально все предпринималось для этого. В результате многие тулантливые разработчики уехали, а ведущие студии просто переместились в другие страны. Российские игровые компании все потеряли. Было огромное количество крутых компаний, которые просто были юридически зафиксированы в других местах как раз таки из-за просчетов российского правительства. Это крупные компании, это мелкие компании, это средние компании, это ребята, которые зарабатывали огромные деньги. Уже можно было войти даже не в топ-20 стран, наверное, в топ-5 стран. Легко. Если бы можно было каждую игру, которая выходила, подписывать, сделанная в России. Но сейчас это, к сожалению, невозможно. Придется начинать все заново. Была установка прекратить промывать мозги нашей молодежи играми с западной пропагандой. надо срочно начать промывку нашей отечественной пропаганды. В итоге на выходе скорее всего получится очередной технологический и коммерческий провал, щедро приправленный цензурой и пропагандой. И миллиарды бюджетных рублей будут просто выброшены на ветер. Впрочем, для отдельных приближенных к Кремлю персонажей, которые займутся распилом этих денег, проект обещает стать очень даже выгодным. А вот на интересы и потребности рядовых россиян всем, как обычно, плевать. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник в 16.30 только на телеканале «Фридом».